начинаем окей в общем две игры которые ну как бы страшны и неприятны уважительно скамлю человека взяткой макси максимально уважительно скамлю я валентайн в этом сезоне играет удивительно неплохо привет фланка приятно и привет ютуба он играет на достаточном уровне чтобы в случае чего дайсануть меня привет метанол если я скамлю человека взяткой значит я его уважаю чатик такая мораль но матч неприятным очень приятно конечно есть как без вопросов 2 или может быть даже первый матч по опасности в этом сезоне в топ-3 точно входят там чем все таки был довольно опасный матч с ваш бернам и так мы за мяч можем не бояться кубы конечно пока полный кал ну ладно это это в принципе неплохо так кто виноват если бросил трековку 3 этих хода каловых кубов нормально принципе неплохое начало сейчас уже получше сейчас сейчас уже лос приятненький минус 2 слоса притом воин это это то что мы любим у меня просто другая мера доисов на лосе минус 4 слоса нормы камень пролетел и снял 5 очень хорошие лос просто есть об не мерзкий вид то мы могли бы не подставлять пятку под фол если коротко родной у меня там вообще-то как бы 1 2 3 4 5 6 гордов я все понимаю но у меня как бы гордов хватит чтобы навалять тебе в ответочку нет что как-то странно контакта раздает без уважения еще подставил горды и сэфера господи фебриус 40 матчей да 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 положь до отличная пау родной отлично вот уж действительно что могло пойти не так выращивал клапсу просто 500 лет наконец вот вырастил горжусь собой жаль немного неприятно но еще поделать это мы не реролим это у нас получается пока жукня отойдем я думаю просто подальше для начала ну жаль что отрегинил но окей как бы без удаления без удаления пойдет все правильно посчитал да ой почему именно в зверя потому что в 3 куба выше шанс поймать единичку как это не странно звучит и не подставляться под мб клапсу доджить от тентаклей не особо хочется там не убежишь скорее всего зато если бы залетела сумасшедшая шара в зверя было бы приятно можно было конечно и козла ударить козла тоже хотелось ударить но решил перетерпеть ну ладненько по крайней мере мы уже дали минус 3 потом выбили одну из из топовых клапс отзонили другую клапсу и только третья свободно нас это устраивает ну там по было неправильное по было прям очевидным мисплеем по прям стопроцентно мисплей я я в этом не сомневаюсь супер шара придется аптечить мнг очень плохо супер шара на ровном месте без мб без клапсы неприятная травма в хорошего игрока такое бывает жаль на коде выйдем уже без одного табурета с учетом того что параллельно этому матчу коде просто делят на ноль спайдера то это конечно это конечно не здорово очень обидно у меня тарегина никакого нет ну терпим терпим что делать так сожалению тут выбора довольно мало у меня нет особого инструментария игры с этим всем добром мне остается только молиться плохо что приходится отдавать аптеку на перманентку на второй ход минус мув просто действительно критическая травма которую надо лечить в таких ситуациях выбора тут никто не предоставляет валентайн за полетели кубики у меня весь сезон все избивают я уже как бы привыкший опять очень слабое полон очень слабое полон он играет уже как будто бы не на результат а чисто в поисках шара то есть как бы это это слабая игра без шуток он как будто бы ищет но не лузец конечно но ищет ищет откидывание коней жаль удар лонером сработал в ну в среднем мне кажется у валентайн за кубики конечно сильно лучше моих пока что вторая травма нормально ребята что делать благородному дону кроме как кидать шестерки в лицо другому благородному дону пока выглядит как одноколеточный кал очень жаль очень жаль эта игра смотрится прям предельно плохо с такими кубами проблема в том что я прям действительно ничего поделать и не могу потому что ну в меня просто летит все спасибо это приятная мелочь не факт что она спасет но мелочь действительно приятно при роли мы выбору у нас никакого нет трипла ну ребята очень плохие кубы спасибо конечно клейману который накаркал клейман давай откаркивай обратно ну окей ребят кубики конечно просто от ас спасибо что не сделал гф и коровой ну ты ты сказал то что я не люблю слушать по поводу три куба блока уже кубы кал вот мне хватает трех бросков чтобы понять что кубы кал я тысячу раз на стриме говорил не люблю когда говорят под руку вроде бы не какое-то новое знание нет или ты не считаешь что сказал под руку потому что я-то считаю но похож на лузец похож на лузец с такими кубами прям очень похож на лузец чё за тупейший вопрос блиц на стриме только под руку и можно говорить вот вчерашний стрима данта включите как чатик пожелал ему хороших кубов так он сразу квадру и кинул мне идея бана до конца игры неплохая на самом деле в ней есть зерно у меня чатик даже ближе чем пару метров у меня чатик в 30 сантиметрах от лица поэтому чё-то как-то не по адресу ладно можно кубы не идеально клейман давай извиняйся за затравлю быстренько чтобы ко мне вернулись нормальные кубы давай клейман пора уже давай скажи что ты был неправ и меня дайсит давай быстренько или я тебя забаню давай скажи что меня дайсит давай это как это называется то сэй май нейм вот как вчера было с адан там вот это вот знаменитая после квадры блять уйди сингла серьезно иди поспи а ну выходные ночь ну ну давай это куда вы дуете почему очередная дабла как-то так да все спасибо клейман но реально дайсит слушай две травмы на ровном месте сейчас два пробоя заход примерно с нихуя тут как бы шутки шутками реально дайсит очень надо чтобы она разбилась она не разбилась но в принципе это имени минимальный неплохой итог он Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно, последнюю нормальную игру Аданто Ему там реально нечеловечески не перло Я уверен, что там распределение доисометра было где-нибудь 10 на 80 Или около того Это когда ему все шансы на ПО обламывал Хаосит Да, Аданто реально не прет Я думаю, с этим тяжело спорить Аданто очень сильно не прет И как бы его можно понять и, как говорится, простить Абсолютно животный реролл Сегодня что-то как-то животновато играет Валентайнс Мне не очень нравится Обычно он лучше играет Это чтобы освободить табуретико Ой, табуретико в смысле дурачка Очень плохой удар Это прям была плохая игра опять Ну окей Интеррерол обязательный Хорошо Хорошо Продолжение следует... Классный ход Ну по кубам да В общем, но тут как бы Не то чтобы много альтернатив было Ну надо понимать, что Аданто действительно При всей его противоречивости человека Аданто Один из сильнейших игроков То есть я думаю, что если бы мы составляли так называемую Божественную сотню игроков Аданто бы в нее входил Ну ее хэппинис После где-то трех часов... После трех тысяч часов игры в ББ Поверь Примерно так и будет Ты будешь все время недоволен Чем больше ты играешь в ББ, тем хуже кубы Это как бы довольно прямая корреляция Без иронии Ну это да, это ожидаемо Спасибо Ну последний рерол не отдает Это... Правильно не отдать в этой игре Очень, очень плохой ход Мне надо крепко оставлять Ой, как же запирает Сыграла и Клавса, и МБ Спасибо, что не перманентка Пиздец кубы, конечно, кончены Просто, просто пробой однокалиточный Абсолютно Очень тяжко Уже минус три Минус аптека Не факт, что я даже ничего скатаю с такими кубами Это прям реально очень плохие кубы Без всяких преувеличений Матч пока на предельно плохих кубах Я пока, честно говоря, хз Как эту игру играть Я, как бы, без преувеличений Пока эта игра выглядит, как бы... Пока дело пахнет керосином, короче На жаль Пахнет керосином, короче Ну, тяжело играть, когда пробой вот так вот падает Вавлентайн сыграл рисково И игра просто все сдала за этот риск Это, конечно, предельно, как бы, неприятный сценарий Если очень коротко говорить Ему выпал, действительно, очень хороший сценарий матча Конкретно против меня, я думаю, один из лучших Ну, печаль, опять же Что я могу сделать? Ну, просто собрались, играем дальше Молимся всем богам Хотя, конечно, очень неприятно Честно скажем Господи, Клавса, наконец-то не дала минус Офигеть Такое бывает Я уж подумал, что нет У меня прям реально, как бы, слов особо нет Вы видите, что происходит Все-таки кажется, что надо подойти Я бы не реролил, если бы фейланул Хотя... Да, не реролил бы, не реролил Ммм, плохо Не добегает, не добегает, не добегает Да, просто... Просто табуретим отсюда Надо было брать, видимо, больше замен чатик А то я всего две замены взял Потому что у нургля ноль замены Не знаю, у меня каждая игра на нурглях против... Каждая игра на хода против нурглях Это матч-катастрофа Чтоб вы понимали Я играл с нурглями, по-моему, четыре раза Два раза это консид Софт консид, имеется в виду Меня в первом сезоне Софт консиднул трурл В семь травм Значит-то... В прошлом сезоне Меня очки консиднул На седьмой ход И просто... Просто не знаю У них почему-то против меня Сумасшедший пробой Я хз почему Просто сажусь играть И типа Здрасте, пожалуйста У меня для вас это Посылка Посылка какая-то болезненная, конечно Это... Это плохой ход Это плохой ход я не знаю давайте сначала сыграю эту игру и потом скажу как бы чё как у меня может быть пока незаметно но у меня задница сейчас горит как тысячу солнц поэтому в каком состоянии она будет концу матча один бог знает поэтому я бы не прогнозировал ничего понимаете эту тему стирают и в этот момент очень тяжело сказать чё там как здесь если вы можете прогнозировать что будет с вашей задницей в таких играх я за вас рад я не умею ребята делаю лучше не соп рука в него чтобы меня не дайсил в салат чел первый тайм это чисто дайсим в салат несмотря на гол то есть если бы он захотел бы он не дал бы мне забить но ему было плевать он пришел меня делитать поэтому как бы как это у нас называется итог немного предсказуем вот принципе есть он собирается быстро меня обыгрывать то может в этом и есть смысл ну шо поделать ну залетела залетела опять же я поиграв пачку матчей на зонках против гномов резисты поднял очень сильно 1200 часов это вот так ты только начинающий блатболист когда уже удалили ну три травы минус аптека как бы как бы не очень здорово пока идут дела фоноры кое-как на скеле затолкали гол потому что чел отдал позицию но кубы невыразимый кал мне просто тиму уничтожают привет спайдер привет спиритолог ну чё спайдер ты чё-то сломал течет сломали результат я уже знаю увидел на на рубля но я немножко удивляюсь своей выдержки учитывая кубы жаль спайдер я-то уже буду без табурета с коди играть была какая-то вера в тебя но видимо и видимо зря ну ладно мне бы эту игру до терпеть бы до коде ты еще это как бы дает дожить надо я еще из этой игры могу идти без всего ну все ты же вроде спешишь что-то так долго думал над этим ударом да я понимаю спайдер я не претензии не волнуйся у меня просто кубы сейчас примерно как у тебя с коди просто спасибо что валентайнс как бы сказать помягче не стал меня доедать в первом тайме точнее он стал доедать команду а не пытаться заставлять меня забить господи четвертая травма окей гномик на помойку но я оставил 70 тысяч на выкуп гнома перед игрой уже минус уже минус 2 гнома на игру с коде конечно теоретически пиздец ладно я могу не играть с коди так так между делом говоря я могу с коде как бы это могу задоджить игру чтобы просто травы пережить ну посмотрим у меня 8 игроков сейчас что будет лосс и блитц у меня есть маг как я говорю пока пахнет лузом лузом начала пахнуть конечно после 2 халявные травмы случайный дело не в пусечности или не пусечности дело в том что когда это делает арт кости он-то делает для того чтобы посаивить тиму чтобы как-то потом кого-то по удалять а я это делаю потому что как бы я себе точно улучшил результат так сделав мы все еще не не все буду играть но вы же меня знаете это я сейчас сижу пизду пизду все же я потом сяду и буду играть с коде какие вопросы нам бы блиц сейчас это не блиц это фигня на постном масле не убил нормально вообще приятно спасибо молодец принц альберт надо подумать как мы назовем теперь вместо ушедший руан гномика нового она была неправильно названа поэтому она видимо не брала опыт и была обречена надо подумать как мы назовем следующего гнома минус вов для нулевой линейки к сожалению пенсия тут гадалки не ходи это так это так сказать обязательная часть программы до лос то разбей по-человечески родной а потом думай у меня все гномики названы в честь немецких корабликов дорогой поэтому поэтому к сожалению нет еще и при этом как бы гномики которые блокеры они типа названы в честь спасибо гномики блокеры назван в честь тяжелых крейсеров хоп гоблины в честь легких крейсеров а короче кенты это линкоры так вот уже как бы зейдлится на скорее линкор он типа тяжелый как-то называется батлкрузер же вот у меня бисмарк вот у меня терпит сестру не это хирю и ссорью вообще-то не немецкие японские авианосцы авианосцы меня вообще нет по моему господи шо за чин убью в чате какая веселуха блять швед мне тут тему дели тут никакой веселухи нет не знаю как у тебя дела с веселухой мне на протяжении блять целого матча тему удаляют мне нихуя не весело поэтому давай ты как бы это не будешь мне настроение портить раньше времени это ирония швед это грустная печальная ирония это значит заткнись если коротко что-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в любом случае, это выглядит как подзуживание. В любом случае, меня ебут кубами, ты приходишь... Ух, веселуха! Нет, нет. Даже в саркастичном и ироничном смысле это уже не котируется. Точка. Ну, подставили корову. Ну, как бы до мяча было тяжело долететь. То есть мне для того, чтобы забрать мяч, надо было надеяться на... Скаттер 5 восьмых. Это неплохие шансы. То есть мне надо было получить Скаттер 5 восьмых. Скаттер 5 восьмых. И, значит, дать удачный блиц в моровика, кинуть три ГФИ и подобрать мяч. Это... Ну, как бы... Маловероятно. Если коротко говорить. Если очень коротко говорить. Я как бы на поле стою в минус 4, потому что у чела каждый удар... Блядь, чел, ну... Какой... Какой уебанское ГФИ без прикрытия мяча. Очень плохо сыграно. Ужасное ГФИ, блядь. Просто ужасное ГФИ. Ну, вот задайте ее было в чате. Будьте добры. И никакой агрессии не будет. Сложный матч. Вот без этого вот. Все хуево. Меня дайсит уже второй тайм. Мне не весело. Вроде диспозиция, блядь, очевидная. Не требующая, блядь, сложных рассказов уровня Хемингуэя. Ну, кажется, что, может, сейчас магом ебнем. Он как-то особо не прикрывает мяч. Ну, корова подставилась, да. Но там, как бы, все-все было грустно. Ну, естественно, блядь, ебаные 5-6 с каждым ударом. Ну, он удивительно долго думает над ПО, хотя при этом он всегда ПОшит. Это сказка, конечно. Да чем так много думать над ПО, если ты вся ПОшишь, родной? Спасибо. И еще спасибо. И ты нахуй получай. Нормально. Спасибо. Первый хороший ход в втором тайме. Вышли из контактов. Он неправильно поставил ПОшера. Немножко подвигали игроков. Может, сейчас зверь еще даблу скинет, чтобы мы сразу игру забрали. Давай, бей зверем на даблу, и мы забираем этот матч. Очень плохое ПО. Идейно, идейно полная параша. Идейно прям параша. Но, окей, как бы. Игра не стала наказывать. Что, в принципе, для этой игры нормально. Ну, что у него с игроками-то? Ну, он просто неправильно играет. Как бы, это все, что можно сказать. Он просто неправильно играет. Спасибо, зверь. Очень вовремя тукнул. Ну, жаль. Плохо. Плохо. Полный кал. Окей. Блядь. Один, 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 один. Хуйня на кубах одна. Ну, коровы за поле. Пиздец, блядь. Удар не нашу всю, блядь, уебанский ход. Ничего, блядь, не кинул вообще. Чел сидит, блядь, идиотничает от начала до конца. Я не могу простейший ход кинуть. Блядь. Как бесит. Вся Тима, блядь, делитнута дебильной игрой, блядь. А я не могу кинуть, блядь, простейшие мувы. Пиздец. Бесят просто неимоверно. Ну, подними сначала козла, мяч ты прикрой. Там, два ГФИ бежать. Давай. Мозги включи. Прикрой мячик, подними игрока. Ситуация сложная. Если ты фейлишь два ГФИ или удар, то я, блядь, подбираю мячик и ебу тебя в рот, прости уж. Давай. Немножко включи хардсильного игрока. Давай. Абсолютно бессмысленный момент. Вот это абсолютно бессмысленное вставание. Давай, даблу на ГФИ надо наказать. Ну, я говорю, ладно, хоть не уронил. Или ролить нельзя, ты правильно понимаешь. Да, галат нет, родной. Надо было как бы... Ну, ладно. Че-то он начал понимать, кажется. Ну да-да, вот игру отдать на этом муве вообще отличная идея, считаю. Абсолютно дегенератские мувы. Все прокатило. Спасибо, родной. Спасибо, что у меня корова встала. Хоть какая-то игра есть. Очень плохо сыграно. Очень плохо сыграно. Это прям предельно плохая игра, чатик. Это я вам точно заявляю. Это была... Это была очень плохая игра. Это была... Он играет на победу, но это была скорее игра на лузец. Ну вот. Спасибо, хоть колокола не встают. Единственное, что радует, что не встают колокола. Ну, чел пока как будто реально пытается предельно плохо сыграть. Вот прям... Ошушение есть такое. Выглядит это пока очень слабо. Если говорить с точки зрения скилла, или что у нас там вместо них. Ну, если бы он пофейлил бы удар по гобосам, то тогда он бы не стал забивать. Это вроде очевидная мысль, нет? Если бы он пофейлил бы один из ударов по гобосам, им пришлось бы забить и стоять, терпеть. Это вроде считаемо, нет? Нам нужен тачбэк очень сильно сейчас. Нам сейчас очень нужен тачбэк. Тогда мы будем играть на победу. Не то, чтобы я сильно верил в наши шансы игры на победу, но как бы... Очевидно, что меня как-то никто не спрашивает о том, что я хочу, что я не хочу. Это не стреляйте в музыканта, он играет как умеет. Хороший шкик. Продолжение следует... Красиво. Кстати,il вон. Здравствуйте. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Еще одна. Продолжение следует... 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 Пройти с результатом... Продолжение следует... 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 потащить как же в другую точку на окей мы рискуем потому что тут все просто у меня выбора нет никакого идеальным вот тут очень нужен пробоем это не пробой но допустим он сегодня успевает отвести игрока на гол да у него через гф и есть 2d в мяч но как бы он тогда не особо меня побьет в других местах у меня в любом случае один бык любой будет свободен меня пугает только это ужасный скатер но я бы не отпускал он правильно сделал что не отпускал или ты про табурета про табурета может быть да если про табурета то наверное смысл был если говорить про с другой да наверное да гнома наверно стоило отпускать это я с тобой согласен фигня была бы если бы я 4 плюс кинул тогда это было бы в минус конечно если бы кинул бы 4 плюс 2 плюс 2 плюс да не родной тебе надо начинать буквально с въезда в мяч у тебя нет других вариантов ты обязан начинать с въезда в мяч это 2 плюс 2 плюс 2d но тут все решит скаттер или то что низ вид бежит есть такой шанс очень хорошо что я прошу ход рерол не потратил это это важно жаль что нам сейчас видимо коровку с бт которая мббт ударит ну вот очень здорово что на первом муве поел говно там еще гф иж можно поесть говно ладно не поел над кидать гф и ну зря не кинул гф и в гф и был смысл гф и я даже сказал больше в гф и было очень много смысла я не буду говорить что это прямо ошибка но как бы но без гф и все-таки у меня с и скаттером повезло стоит признать скаттер действительно как бы тот что надо ну допустим волок очень просто кем блять получится тут тут к сожалению тут к сожалению как бы выбор на это молодец это это правильный сейфовый мув другой вопрос что нихрена не получился но идейный это был правильный сейфовым без без вопросов если говорить об идее игры это была правильная идея игры ему все но тут именно надо и пятку марчите гордо марчить пусть кого хочет того и выбирай кровой 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 кого хочешь выбирай поэтому подсказывать наверное проталкивание тут плохое проталкивание нет смысла особого смысл толкать то что нам надо оба игрока на мяче иметь он думал он все еще думает играть на победу ну понятно но мы поступим мудрым тут есть один хинт по поводу сильный неожиданной игры если мы создаем пробой вдруг есть шанс на это мы не дали пробой ладно в любом случае мы сначала пойдем коровы на подбор это тоже очевидно мы ее обязательно реролим это это на результат и получили самый ебучий блядский скаттер из всех блять просто худший спасибо бб ёб твою мать ладно окей немного неприятно самый ебучий скаттер из всех спасибо bloodball хуже не придумать реально это худший скаттер из всех на из бб на из бб можем не выиграть я не верю что он забьет у него слишком сложный гол и отзонен дурачок короче намеревался подобрать встать сюда ударить здесь в 1д пяткой зафалить все ладно ну забегай козлом на гол есть играешь на победу надо начинать забегание именно козлом а все остальное вторично ну если он не египтянин конечно оооо наконец это супер вовремя спасибо ооо это вообще сказка все играй на ничью теперь все вот после этого ты играешь на ничью после этого ты возвращаешься назад и терпишь давай выбора тебе не осталось давай надо возвращаться родной тут уже извини уж на победку после этой тупки не поиграешь теперь мы возвращаемся назад он должен видимо клавсой ударить гномика этого подвести на мяч и только потом блицевать в корову ну если он здравомыслящий товарищ который играет на результат конечно победа тут все уже как бы аривидерчи клеток нет на победу блять но он слушает стрим он слушает стрим я блять уверен просто он блять он просто слушает стрим чатик вообще некрасиво с его стороны уже я просто протестировал это уже ход пятый когда он просто слушает стрим но он решил типа не знает хуйня какая то вот так получше то есть ладно может и не слушать тогда бы он сразу завел бы козла если бы если бы это ну рерол нельзя тратить на это не рерол рерол не тратится на такое действие страшно конечно но типа там почти все скаттеры в его пользу не в мою это главная проблема что все скаттеры в его пользу ну конечно не это не знаю а а как интересно а а а а а а а а а я сыграю так как у меня не три роллов я сыграю максимально сейфово наверно ну да давайте иначе вот этого козла бьем и даже подойдем я должен его держать теперь делаем вот это вот пятку пятку пятка им подбирать бегу сейчас пятка отлично унесла мяч больше от нее еще требовать не могу пятку унесла мяч все у него у него теперь шансов на гол код наплакал а у меня как-то с этим получше то есть если бы я сейчас фейлил дар коровой у него все равно бы козел остался бы на на игроке то есть и это было более сейфово именно при фейле простого 1d блока самое страшное это был именно блиц на краю который если бы фейлилс это была бы конечная а так как блиц на краю получился все остальное было уже не зарывающее меня мгновенно я бы так это назвал ну окей очень сложный матч на кубах прям просто кубы говно из жопы откровенно говоря даже ничья по такому матчу будет очень хорошим результатом хотя хочется победить победа позволит с коди поиграть на на сейф тима что очень актуально судя по игре коди и спайдера ну чё надо сф табурет снимать да вот он правильно дергает ну нет это 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 явно не то я бы ладно дать он сделает ход а я скажу чё бы я сделал не хочу чтобы просто влиял на результат нечего подсказывать не буду думай сам давай ради разнообразия валентайнс конец матча я немножко устал играть против самого себя давай сам он сделал правильный ход но здесь второй раз тупнул игра наказывает его за правильные ходы представляете такое бывает но это реально был правильный ход без без иронии это был правильный ход не 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 это то что он сделал то что он сделал на мой взгляд это правильный ход то есть он бы подвел бы вот этого он бы освободил бы вот этого игрока поставил бы его сюда дал бы удар в 2d сюда потом я бы скорее всего козлом блицевал бы типа сюда и подбирал бы мячик и молился бы что он подберется и отходил от края если говорить о результате да да спайдер все правильно говорит можно было конечно можно было как спайдер сыграть хотя я бы сыграл бы немножко по другому но вариант спайдера тоже ничего я бы играл бы просто не на скаттер за поле а чисто на подбор сейф вот тем козлом который сейчас туда-сюда так ну давайте сейчас посмотрим я забыл написать первый секвенс лучше и у нас есть еще самбо 3 плюс 2 плюс виси 3 плюс 3 р я забыл Не, математически это был самый лучший вариант. Я это знал, но просто на всякий пожар не прочекал. Достойная победка из очень сложной ситуации. Опыт лег хорошо. Может быть нам вторую клапсу выдадут? Ну да, ребятки, по травам, конечно, как бы он сделал 40 блоков, и я сделал 40 блоков. Я еще фалил. Но есть, блядь, один нюанс, как говорится. Какой-то тоскливый матч был. Броня 54, травма 47, потери 1.5. Спасибо только, что это как бы... Даджи получались. И раскивида тоже не особо прокали. Ну, спринты говна, окей.